Стандартный интерфейс Monada Reader включал в себя ряд функций. Главную функцию Ask, которая позволяла нам обратиться к окружению, и ряд вспомогательных функций Ask, Local. Там существует еще ряд функций, которые мы даже не обсуждали. Точно так же стандартный интерфейс Monada Reader должен содержать ряд полезных функций, которые позволяют нам работать с логом. Основная из этих функций — это функция, которая позволяет непосредственно осуществлять запись в лог. Эта функция называется Tell. Давайте посмотрим, как можно ее реализовать и как она работает. Посмотрим сначала на тип функции Tell. Функция Tell принимает значение произвольного типа WN, на которое наложено ограничение Monoid, контекст Monoid, потому что только такие значения мы можем записывать в лог. Функция Tell выполняет ту работу, для которой она предназначена. Она не возвращает нам ничего интересного по значению. Однако по типу это Writer с логом подходящего типа. Функция Tell делает единственное действие. Она берет строку, которая ей передана в качестве параметра, записывает ее в качестве лога, в качестве второго элемента нашей пары, туда, где пишется лог. А в качестве первого элемента используется UnitType, значение типа UnitType, значение единичного типа, тип, который здесь указан. И дальше все это упаковывается, естественно, в конструктор Writer. Точнее говоря, здесь используется функция, заменяющая конструктор. То есть функция Tell выполняет очень простую работу. Она записывает в лог, переданное в качестве аргумента значение. А поскольку она возвращает нам значение в монаде Writer, возвращает монаду Writer, то мы можем с помощью этой функции Tell организовывать запись в лог в том месте нашего монадического вычисления, где мы хотим это сделать. Давайте посмотрим, например, у нас есть некоторая функция Calc, которая выполняет следующее. Она берет произвольную функцию двух аргументов, заданную на типе Int, и два аргумента для этой функции. То есть операцию и первый и второй аргумент, если говорить про значение. А возвращает она нам монаду Writer, в которой в качестве лога использован строковой тип, а возвращаемым значением служит, конечно, тип Int. По значению она берет и просто применяет эту самую функцию двух аргументов к двум своим аргументам. Собственно, вот здесь вот это написано, что результат нашего вычисления — это просто результат применения функции. Однако еще дополнительно она контролирует, не выходит ли значение нашего вычисления внутри типа Int за пределы по модулю 128. Если у нас абсолютное значение нашего результата меньше 128, то у нас просто возвращается интересующее нас значение RS, то есть в лог ничего не пишется. В противном случае мы хотим записать в лог слово Overflow. То есть мы говорим, что наше значение выходит за пределы вот этого вот маленького узкого типа. То есть мы возвращаем по-прежнему результат. Ну, поскольку наш тип Int, то ничего страшного не произошло. Но, тем не менее, в качестве сопровождающей записи мы записываем в лог слово Overflow. Ну, вот это реализовано как раз с помощью функции Tell, которую мы описали. То есть в нужном месте нашего монадического вычисления мы можем записать что-то в лог. И, соответственно, в результате этот лог либо появится, либо не появится, в зависимости от того, какая из ветвей if у нас использовалась. Ну, давайте попробуем запустить эту функцию. Мы должны запустить функцию execWriter Writer и передать туда нашу функцию Calc Ну, с нужным количеством аргументов. Ну, давайте мы передадим туда, во-первых, сложение и какие-нибудь небольшие числа. В этом случае наш лог пустой. Я запустил execWriter, а не runWriter, потому что я интересуюсь только логом. Ну, я мог, конечно, запустить runWriter, а тогда бы я получил значение суммы. Это 77. Ну, теперь давайте запустим что-то большое. Заменим 33, например, на 99, так, чтобы выйти за пределы наших ограничений. И вот мы видим, что у нас получился результат суммирования, во-первых, в качестве первого аргумента, а в качестве второго аргумента overflow, показывающая нам, что произошло переполнение, ну, в некотором смысле, которое мы задали в этой операции Calc. Давайте теперь продемонстрируем, что у нас действительно происходит накопление лога. Ну, для этого давайте еще в каком-то месте вызовем нашу функцию tell. Ну, давайте вот здесь вот мы просто скажем tell. Окей. С пробелом. И теперь давайте запустим, сохранившись и перезагрузившись, конечно, нашу новую версию функции Calc с двумя записями в лог. Ну, запускаем ее на значениях, скажем, 33, 44. Мы получаем просто запись ОК. Однако, если мы запустим ее на значениях 99, 44, то мы получим последовательную запись информации в лог. Сначала, безусловно, у нас выводится ОК, а вот потом, поскольку у нас отработала вот эта вот ветка нашего конструкции if-then-else, у нас еще выводится слово otherFlow. Таким образом, мы видим, что лог действительно накапливается с использованием нашей функции tell. За накопление отвечает не функция tell, которая представляет собой простой writer. Функция tell просто пишет в лог какое-то значение, а оператор монадического связывания, который как раз и выполняет работу по связыванию лога отдельных записей в лог в один большой лог.